Донбасс 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 Вполне возможно, что они были из правительного центра, из Уфиц рядом, они там есть, но вот это была просто их, вот всю партию, которая работала, их просто сняли и увезли. — А мы можем, не знаю, представить, что их, украинский генштаб утверждает, что женщины везут на фронт, чтобы восполнить потери, а можно ли себе представить, что есть какие-то, я не знаю, как это называется на военном языке, инвертарные нужны, санитарные, не знаю, нужно готовить полевые кухни, можем ли мы предположить что-то такое? — Ну, я сомневаюсь, что осужденные женщины после месячной подготовки могут быть реально полезны как медики или как поварихи, хотя все возможно. Понимаете, как медики я не думаю, что кто-то вообще из военного российского руководства озаботился бы этим, поскольку заключенных, в общем, бросают. Бросают и тела убитых, бросают и трехсотых, поэтому представьте себе, что женщина отправится на поле боя сразу после атаки, по-пластунски, по простреливаемой территории, забирать трехсотого, которого что? Ну, слушайте, в Вагнере их добивают, если, понимаете, там есть только руки без рук, без ног, потом раненые, а вот так, чтобы там с ранениями другими, да, их просто вообще нет, да. Еще, в общем, можно сделать вывод, что они как-то не выживают. И посреди украинских солдат, которые работают на передовой, я много с ними разговариваю, ну, в общем, так оно и есть. Продолжение следует...